Привет друзья! Сегодня в моем видео еще раз попробуем разобраться с вибрацией на Volvo с двигателем D5 на платформе P2. Те кто подписан и смотрит мой канал уже узнали, что можно просто без особых навыков, инструментов и денежных затрат проверить некоторые узлы Volvo. Сегодня на очереди реактивная тяга КПП. Узнаем и увидим как и когда она работает, какие дефекты, какие тяги бывают и поделюсь своим экспериментом по восстановлению этого узла в домашних условиях. Итак, все по порядку. Тут мы видим упрощенную схему подкапотного пространства с двигателем. Пока двигатель не пытается провернуть колеса и работает на холостых оборотах, вибрации минимальные, даже незаметные. Но даже чтобы ее уменьшить, двигатель стоит на трех опорах. Двух вакуумных подушках, которые меняют свою жесткость в зависимости от оборотов двигателя. И одном кронштейне с резиновой вставкой, которая должна поголощать вибрацию. И это опора самой жесткой из всех. И этого хватает для плавной работы на холостых оборотах. Но при включении передачи под нагрузкой двигатель стремится провернуться вокруг оси колес с той же силой, что и колеса, но в обратном направлении. И эта сила может легко порвать все опоры. Так же и при резком торможении. Чтобы ограничить перекос двигателя при нагрузке и торможении, на самые высокие точки была установлена верхняя опора. Новые опоры имеют люфт несколько миллиметров, чтобы не передавать вибрацию на холостом ходу. Это уменьшает колебания двигателя, но мягкие вакуумные опоры подвергаются сильной деформации. Поскольку уже низ двигателя пытается провернуться под нагрузкой. И это опять может порвать все нижние опоры двигателя. И тут уже в самой нижней точке появляется реактивная тяга КПП. И она ограничивает горизонтальный ход двигателя до безопасного минимума. Реактивная тяга имеет два сайлентблока. Большой и маленький, которые в оригинале очень мягкие и подвижные, и к сожалению недолговечные. Оба сайлентблока имеют ослабление в виде сквозных отверстий по направлению хода. Внутренняя втулка маленького сайлентблока с корпусом связана лишь двумя тоненькими перепонками. Которые удерживают корпус в центре и не дают соприкасаться с вилкой. А внутренние втулки с корпусом сайлентблока. Большой сайлентблок тоже имеет запас хода во всех направлениях. Если у вас на D5 появилась вибрация на холостых оборотах, и вы думаете, что виновата порванная реактивная тяга, это очень легко проверить. Надо лишь ключ 1922, просунуть руку под бампер и ослабить две гайки. Они не закрыты и легко доступны. И проверить изменилось ли что-нибудь. Но если у вас все в порядке с положением двигателя, то на холостых оборотах порванная тяга совсем не имеет никакого контакта с рамой. И передавать вибрацию смогла бы разве только по Bluetooth или Wi-Fi. Но вот удары, рывки, посторонние звуки при нагрузке, перемене передач могут быть. Кстати, также можете проверить и верхнюю опору, ослабив болт сайлентблока. Функция реактивной тяги смельчает удары двигателя при нагрузке, ускорении и торможении. На холостом ходу она не работает, поскольку имеет запас свободного хода вместе с большим сайлентблоком. Тут видно, что даже порванный малый сайлентблок на холостых оборотах стоит строго по центру, не касаясь наружного кольца. И работает только при запуске и глушении двигателя. Нагрузки отключены передачи. И тут сложны стуки и возможные какие-то рывки. Но это не факт, что от реактивной тяги могут быть и другие причины рывков. При замене реактивной тяги не должно быть никакого несовпадения отверстий. Все ставится очень легко. Если вы купили оригинальную мягкую тягу, то вибрация появиться не должна. Но если пришлось что-то ставить в натяг, значит где-то что-то не так и может появиться вибрация. Нормальная реактивная тяга мягкая, со сквозными отверстиями в резине для эластичности. И резиной, защищенными краями малого сайлентблока. Чтобы даже порванный он не изменил о вилку тяги. Теперь появились красивые тяги. С синими полиуретанными вставками, которые собраны так, что ни о каком поглощении вибрации речь идти даже и не может. И такая тяга также эффективна для снижения вибрации, как и кусок арматуры. И тут уже даже на холостых оборотах будет передаваться вся вибрация. Хотя читал отзывы и справедливости рад должен сказать, что на бензиновых моделях, где нет вибраций, говорят, они работают хорошо. Где-то отдельно уже продают резиновые втулки для сайлентблоков. Но какая их жесткость неизвестна. Цена нормальной тяги около 45 евро. И это ненадолго. Наверное, никто не видел порванный большой сайлентблок. И постоянно из-за маленького сайлентблока приходится менять всю тягу целиком. Поэтому я решил поэкспериментировать. Восстановить малый сайлентблок очень простым способом. И я имею на замену несколько малых сайлентблоков. Итак, я выставил внутреннюю втулку по центру. Коктейльными соломинками отделил будущее ослабление для свободного хода. И сверху и снизу с помощью шприца заполнил сайлентблок специальным термостойким силиконом. Для прокладок. А второй сделал с более жестким черным силиконом. Тут видно, как работала старая порванная тяга. А тут самодельная. После замены вибрация не появилась. А стуки пропали. В этом сниму видеоотчет, как отработал самодельный сайлентблок. И заменю его на другой черный. Надеюсь, это видео кому-то поможет приблизиться к причине вибраций без лишних затрат. Выводы напрашиваются сами. А вы уж решайте. Те, кто нажал колокольчик и подписан на мой канал, увидят результаты эксперимента. И другие видео по простые диагностики мелкие ремонты Volvo D5 P2. Или про гитары. Всем удачи. Счастливого пути. Спасибо. 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 Продолжение следует...